МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то это была окраина Царевыкакшайска. За 150 лет улица Гоголя не превратилась в большой проспект. Зато стало гораздо уютнее. Так и наш город растет, меняется, хорошеет. Сегодня прогуляемся по центру Ишкар-Алы и вспомним, как он появился на карте столицы. Большинство горожан помнят эту площадь как единственный центр сосредоточения культурных исторических событий. Здесь шли колонны Парада Победы, проходили первомайские демонстрации. Зимой здесь появлялась елка. И круглый год устраивались концерты, ярмарки, митинги и просто народные гуляния. Сюда в начале 60-х городской центр переехал с площади Революции, с того самого места, где сейчас находится Царевыкакшайский Кремль. Район современной площади Ленина был намечен под снос еще в 30-х годах. Но тогда все планы спутала война. Поэтому последние деревянные дома сносили уже гораздо позже. 30-е годы прошлого века. Новая власть уже прочно укрепилась по всей стране, буквально переворачивая все сток на голову. Новые подходы появляются и в архитектуре. Так выражением советского материального взгляда на вещи становится новый стиль – конструктивизм. Именно в этом стиле и строится новое здание Дома Советов. Случилось это в 37-м году. Если посмотреть на здание Ванфас, можно уловить его сходство с тупым носом популярного в те годы самолета ТБ-3. В то время этот тяжелый бомбардировщик был на вершине технического Олимпа. Кстати, узнаваемый балкон над входом появился гораздо позже, после капитальной реконструкции здания. Да и сам вход находился тогда не здесь, а со стороны улицы Комсомольской. Ну а если покопаться, то и улицы Комсомольской тогда еще не было. А была улица Зарубина, которая заканчивалась перекрестком с улицей Институтской, нынешним проспектом Ленина. Вот так совсем не по-центральному выглядел этот перекресток еще в конце 50-х. Ну а Дом Советов со временем перестроили и отдали новому университету. Административный корпус Маргу находится здесь и по сей день. Историки называют 60-е годы прошлого века хрущевской оттепелью. Оттаяла в то время не только советская экономика. Цензура стала гораздо мягче, а значит и искусство подняло голову. Театральная жизнь в республике закипела с новой силой. Новая сцена, новые постановки. Впервые в стенах театра зазвучали оперные голоса, а театр становится музыкально-драматическим. Причем постановка полностью самобытна. Это опера «Акпатр», написанная морийским композитором Эриком Сапаевым. Впоследствии морийский театр оперы и балета будет называться его именем. Ну а сейчас в этом здании располагается морийский национальный театр драмы имени Шкетана. Еще одно здание, сохранившееся в современном архитектурном ансамбле площади Ленина, это гостиница «Советская». Построена она в 1960 году. На тот момент ультрасовременная. 118 номеров, ресторан «Таир» с одного торца здания, магазин с другого. Надпись «Воратак», что по-венгерски «Дружба» появилась позже. И, конечно, не случайно. Ведь Ишкарала стала побратимом венгерского города Сомбадхей. Возможно, именно из окна одного из номеров известный скульптор Матвей Манезер, который останавливался в гостинице и присмотрел место для нового памятника Ленина. День установки этого памятника можно считать днем рождения Центральной площади. Улицу Институтскую переименовали в проспект Ленина. Да и сама площадь вскоре тоже стала носить имя вождя пролетариата. После реконструкции здания Политехнического института площадь приобрела свой окончательный вид. Чуть больше 40 лет площадь Ленина была культурным и историческим центром города, его визитной карточкой. То дань прошедшему времени. Современная Ишкарала не увязла в прошлом. Ее настоящее будущее в новой архитектуре и в новых площадях. Площадь Оболенского-Ноготкова – место для новой Ишкаралы культовое. Именно отсюда начинаются почти все туристические экскурсии, а часы с осликом прославили город на всю Россию. В бронзе здесь настоящие герои, когда-то несправедливо забытые и вновь поднятые на пьедестал новым поколением. Новомученик Леонид – марийский епископ, заплативший за свою веру самую высокую цену – собственную жизнь. И князь Оболенский-Ноготков – первого воевода царева города на Кокшаге. Здесь находится дом правительства республики Мариел. И если площадь Оболенского-Ноготкова – это центр управления, мозг города, то сердце его – это, несомненно, патриаршая площадь. Именно здесь встречают звезд, запускают салюты, ставят рекорды. Ишкарала, как заправская красавица, принарядилась, похорошела. А раз город меняется, то значит и живет полной жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова